Всем привет, с вами Саня Туман и как вы поняли из названия видео случилась у Настюхи такая ситуация Произошел ишемический инсульт, то есть закупрился сосуд и он не лопнул Просто, короче, как получается, голодание было мозга, туда не поступала кровь, кислород, питательные элементы В общем, это случилось 3 дня назад, сейчас она уже находится в больнице под присмотром, короче, врачей и все И сейчас мы везем ей там вещички туда, ну и пообщаемся с ней А в дороге я вам расскажу, как это все произошло День как день, только ты почему-то грустишь И вокруг все поют, только ты один молчишь Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна Все не так и все не то, когда твоя девушка больна Ну, для подписчиков нашего Телеграма, они уже в курсе всех этих новостей Все видели, я думаю, нужно рассказать для зрителей на Ютубе, как все это было, как вообще ситуация этого произошла Началось все с того, что ее вызвал следователь в Москве по разбирательству о каком-то древнем нашем видеоролике Где она таксовала в Новосибирске на турбоприоре И вот там был такой персонаж неадекватный, который кидался на машину у нее, что-то там угрожало Ну что ты? Вы что делаете? А вы имеете право снимать? Я вам запрещаю Вы же подошли Я вам запрещаю Вы же подошли в общественном месте стоите А вы нарушаете правонарушение Где я нарушаю? В общественном месте У нас тогда даже вот с Ваньком не было, с оператором, это да, в Новосибирске Она снималась с ребятами из гаража 54 И они что-то там тоже с этим чуваком скубались, потом он там с ними судился Вот уже прошло, получается, что-то он с 19-й год был, да? Да, это был конец 19-го, октябрь, по-моему 5 лет почти прошло, и он пытался там доказать, что они его сбили, что-то там повредили Я не знаю, что там дальше, потом он с ними судился Вроде он даже что-то отсудил, какие-то 2000 за что-то И, короче, сейчас он написал заявление на Настю За то, что она там типа показала в своем видео Хотя как бы он вторгся в ее машину, он там ей дверь открывал, не давал ей уехать Что-то там ставил ногу под колесо, что-то такое там было То есть он сам к ней подошел, залез в видеомашину и говорит Что вы тут типа меня сняли или что такое Ну то есть там следователь сам тоже вешивает от этого дела Говорит, блин, как он нас там типа задолбал уже за все эти годы Может быть здесь она перенервничала Хотя там все просто, и она там с адвокатом пришла, все они там раскидали Что типа ну там все четко типа с нашей стороны Это вот там чувак не очень как бы адекватный Ладно, короче, она от следователя поехала на ремонт телефона Ремонт телефона сделала и на крауне вот она ехала к нам домой Все, мы приехали и в обед садимся кушать Втроем там я, помощница и Настя И вот мы сидим кушаем, она говорит Я пока ехала, у меня начало неметь левая часть Вот у нее левая часть, получается ухо, еще что-то Говорит, прям вот так начало неметь, мне показалось, что это инсульт Я, конечно, как обычно, типа какой инсульт тебе там сколько лет там Не может быть инсульта там и так далее И что-то Настя начинает рассказывать И как бы у нее начинает язык заплетаться Она не может слова нормально выговорить Ее это саму начинает пугать, она этого боится У нее начинаются слезы Я сам тоже, ну как бы, в моменте такой Все, говорю, срочно скорую Сам ее вывожу Настюху на свежий воздух И она такая Где я, где мы, где я, где я А я понимаю, что надо как-то вывести ее из этого состояния Чтобы она, ну, паника перестала у нее происходить Чтобы она перестала реветь Потому что ты же когда ревешь, у тебя еще больше, получается, нагрузка идет на сосуды, на голову Ты же вот так вот давишься, как бы, плюс еще, ну, от страха повышенная нагрузка Ну, и пока скоро едет А тут в инсультах нужна, важна каждая минута Потому что чем дольше времени, получается, идет закупорка сосуда Или вот пока, да, там, часть мозга не снабжается кровью, кислородом, там, питательными элементами Она, ну, отмирает, получается У нее, кстати, еще отказывает левая рука И вообще левая рука, левая часть, там, типа, можно проверить, да, улыбаться Я говорю, улыбайся, а она улыбается И у нее, получается, ну, такая улыбка То есть здесь улыбается, а здесь, как бы, полностью левая часть у нее начинает, ну, потихоньку отказывать Руку сжать не может, разжать не может Пытаешься вот это как-то с ней разговаривать, шутить, чтобы она, как-то, там, смеялась И, там, не знаю, для меня скорая ехала, это просто целую вечность Хотя, вроде бы, 16 минут она ехала скорая Да, вот такой кусочек там есть, как вот, ну, я там сижу, там, с ней ссусюка есть Всякую, там, пытаюсь ее, там, растормошить Я, там, разговариваем за ее брата Ну, на темы, которые ей интересно, там, пытаясь подобрать, там, всякие За ее брата разговариваем И говорю, типа, а что там он сейчас, там, вот, когда Волгодонский был, там, сколько получал И она такая, говорит, Волгодонский? Волгодонский мама А сколько он здесь получил? Волгодонский? 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 Блин, ну это, конечно, жестко было Ну и все, приехала скорая, в общем, мы погрузили, все, они там, тоже, первые тесты сделали Я так понял, что первой помощи при инсульте вообще никакой нету Там, ну, единственное, вот я, что вычитал, это положить, там, на левый бок, все, единственное Наверное, нужно, и везде, там, скорая, скорая, первая очередь, скорая И, получается, они тоже ее продигностировали, просто повезли в больницу, чтобы делать ГТ И дальнейшие исследования, чтобы понимать, какое инсуль, да, там, какие препараты надо колоть Или, там, ей давать Я поехал на машине, и вот этот период, когда, вот, то есть, в моменте, когда это все происходило Я прям такой собранный, у меня нет ни паники, ни страха, ничего Я максимально ей занимаюсь, пока мы ждем скорую, чтобы, ну, вот, я сосредоточен на том, чтобы она не залипала, там, не загонялась никак Как-то растормошить ее И только они, вот, это с помощницей, получается, уезжают на скорой, ну, с этой бригады И мне надо просто взять ключи от крауна, документы, какие-то там ее вещи И я по комнате хожу просто, как в тумане То есть, у меня сразу такая голова, блин, куча мыслей, там, что делать, куда звонить И даже вот эта съемка, которую я вел первая, это не для того, чтобы там видос сделать на эту хайповую тему, там, или что-то такое Вся эта съемка велась и, как оказывали первую помощь медбригады И как мы старались, ну, там, только небольшой кусочек, есть, конечно, это там не все Это только когда я там, что-то там, какой-то проблеск поймал, думаю, надо поставить камеру на всякий случай Чтобы потом, если вдруг что-то случится, чтобы не перекладывали ответственность на нас Что мы что-то неправильно сделали, что там не так надо было делать Чтобы у нас было доказательство, как первую помощь оказывала, ну, бригада Ну, короче, в итоге, я так понимаю, что все мы сделали правильно И скорая, слава богу, все сделала правильно, мы приехали Сразу сделали КТ Сразу, там, что-то вкололи какие-то препараты И сразу легче стало Рука начала двигаться, она плюс-минус начала разговаривать Ну, не прям сразу, конечно Ну, я вот не знаю, вот в тот момент, как-то время для меня как-то по-другому шло Я даже не могу сказать, сколько это времени прошло Ну, в общем, она очень сопротивлялась, чтобы остаться в больнице Все, я в палате Хочется очень домой Не вижу смысла мне тут лежать Можно и дома капаться, но... Но диагноз серьезный поставили Я не верю В это почему-то мне вообще не верится Но такого испуганного Сашу я еще никогда не видела Я просто не очень помню, что я делала Как я себя вела Очень все смутно Но что-то было невнятно Инсульт В 32 года это звучит очень неприятно Че? 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 Тебя не слышно Балековый, надо поближе подойти Я же себя размещаю, что-то не так снимаю Все, молодцы, заработал уже, да? Все, отлично, ручки двигайся, покажи Я не хочу сослежать Ну надо, если же Я их еще домой А, да? Ты, наверное, мой дом увидела, а ты мне ухер завершил Не надо, надо вылечиться А вдруг он еще опять спасет? Ну, значит Все, вылежишь, ничего Как отпуск у тебя не будет Да Вот этот период восстановительный Он очень важен Потому что 60 человек из 100, кто получает инсульт В первые 3 дня у них летальный исход Из-за того, что повторный инсульт происходит То есть этот восстановительный период Он очень важен, чтобы еще и не было последствий Чтобы у тебя правильно все восстановилось И вот эти нейронные связи в голове Чтобы ты мог нормально разговаривать Нормально двигаться и так далее Ну, в целом получается, что есть огромная вероятность Получения повторного инсульта Она в течение двух лет продолжается То есть это надо прям менять образ жизни Это надо по-другому питаться Как-то, не знаю, какие-то там кардионагрузки дозированные какие-то давать И то, там, я не знаю, через сколько там Надо же сначала восстановиться, чтобы потом как-то нагружаться Ну, просто реагировать на все как-то по-другому Ну, то есть, как бы, знаешь Ну, то есть инсульт это не просто случилось и ушло, да? Не, не, это вот Мне кажется, вообще жизнь человека должна разделиться на до и после Вот, если у тебя случился инсульт, значит, ты в зоне этого риска И ты должен теперь, ну, как бы, отслеживать свое состояние Ты должен уже понимать, что ты если где-то как-то перегрузишься Или там, ну, скажем, как сказать, перенервничаешь Как-то более бережно, что ли, к себе относиться Мне хочется плакать от боли Или забыться во сне Где твои крылья, которые нравились мне Где твои крылья, которые нравились мне Скорая привезла ее в Подольскую клиническую больницу Такое большое место, здесь куча всяких разных, как сказать, зданий с разными заболеваниями, лечениями Она лежит именно сейчас в неврологической В какой раз мы с тобой уже приходим Блин, что, Настиха в больницу Нет бы в роддоме, с роддома ее встречать Нет, у нас вечно какие-то приключения Ну, ты уже бодренькая Привет А ты какой думал меня увидеть? Мертвенькой Ну, что? Че ты приехал? Ну, такая бодренькая, как будто уже на выписку собралась Я хочу уже домой Она, сегодня врач приходила И говорит Как вас зовут? Я говорю, у вас там все написано Она говорит, да я знаю, что написано Мне надо понять, как вы разговариваете Вот Я говорю, да я нормально разговариваю Она говорит, ну, без напряжения Я такая, без напряжения Ну, я все равно чуть-чуть напрягаюсь Ну, ее понятно, да А ну, палец сожми Да я нормально палец сжимаю А ты не ту рукой сжимаешь? У тебя ж левая отказывалась Ну, она не так, как правая Не, не, вообще Нет? Слабее гораздо Ну, она... А чем мышцы ослабевают? Ну, у нее, получается, левая часть тела парализовала, да? Ну, не прям парализовала, но, короче, вот она не могла шевелить его левой рукой Она, как двигалась, кстати? Да, двигалась Там еще такое, знаешь, было, как они, тебе помнишь, скорая помощь говорит, так вот Руки поднять надо было, вот так вот, да? А у нее вот это поднимается, а левая вот так вот Помнишь это? Нет Это когда вызвали, только скорую? Ну, на диване когда-то лежала Ой, там я вообще не помню особо ничего А как мы там разговаривали, помнишь? Только то, что ты мне видео прислал А, ты ничего не помнишь? Ну, как-то так все, в тумане Я была в тумане Помнишь, что мне было страшно, то, что я не могу сказать То, что я в голове понимаю А предложение, типа, поменять там как-то местами я не могу Вот мы сейчас с Ваньком обсуждали Вот если у человека случается, получается инсульт Он же, как бы, понимает, но сформулировать не может, да, предложение Сказать ничего не может И получается, вот, представляешь, как ему позвонить в скорую И сказать, что у него инсульт, если он один Вот если рядом никого нет А он даже в скорую звонит И там еще, тебе должен целый список рассказать Кто ты, какие у тебя симптомы Где-то находишься, адрес твой сказать, да? Ага, чем в детстве болел, когда тебе 4 года было И как ты в таком состоянии можешь вообще объяснить, где ты, кто ты, что ты? Мне кажется, нужны какие-то базовые моменты Во-первых, надо записать там, типа, на листике С листика, мне кажется, удобнее читать Ну, ладно, а что тебе вот по КТ говорят, что у тебя? Все, все хорошо в голове Прям вот уже три раза мне КТ делали И говорят там, нет ничего Ну, тромба нет То есть, скорее всего, это было вот так Он так поднялся, этот сосуд КТ головы делали, говорят, там ничего нет Очень громко смеешься Прости Прям мне вот там до субелы в голове завышались У меня там тишина же А как у тебя вообще состояние? Ну, то есть, ты себя как-то мутно чувствуешь? Да нет, сейчас уже нормально Вот потом уже, когда мне сказали, что сейчас в больницу положат Я уже как будто сразу нормально не чувствовала Мне тогда вкололи уже Короче, она начала сразу себя чувствовать хорошо Вот после, как тебе, кроворазжижающее вкололи Ну да, да Ты прям пришла себе Я, кстати, вот думал на эту тему Есть же два вида инсульта Это ишемический, как у тебя Он возникает вследствие закупорки сосуда Например, тромбом Кровоснабжающего участка мозга Что приводит к отмиранию клеток коры Этого участка головного мозга И бывают геморрагические Возникают при разрыве сосуда При артериальной гипертонии В рожденных аномалиях сосуда головного мозга Вследствие чего происходит кровоизлияние в головной мозг И вот прикинь Я вот думаю, они же, получается, приехали И тоже, как бы, тебе первую промощь, по-моему Ну, насколько я видел Они просто, как бы, посмотрели, что с тобой происходит И забрали с собой Потому что, вот если бы они тебе вкололи кроворазжижающей При втором типе инсульта То, ну, прикинь, у тебя и так тут сосуд лопнул У тебя, получается, кровь И у тебя там еще больше кровью залило Правильно? Тут какая-то другая методика нужна А при твоем случае тебе вот как раз вот это помогло И то они сначала КТ проверили Что у тебя нет закупорки Потому что, если бы они тебе вкололи кроворазжижающей При закупорке, у тебя бы тоже, получается, он бы бах Меня больше испугало тут АКТ, когда вводят йод Все тело горит Нет, сначала просто КТ сделали А потом КТ с введением, как мне сказали, это йод вводят Представляешь, кровь твою в твою кровь вводят йод Вот так вот Это, типа, лучше можно разведить все, что там Где узелки какие-то, тромбы И, короче, все тело вот так горит Вот так вот, где слизистая Вот ниже пояса там просто полыхает все Во рту неприятный вкус такой А железо совместно с плесенью Что за такое? Уже с людьми потекли, как рассказывали Так вкусно рассказываешь Ну, кажется, что все уже нормально Прямо, вот я хочу домой и мне кажется, что все нормально Мы, кстати, ее тут перевели в плотную палату Я сама и перевелась Ну, да Три шестьсот вышло Сутки? Да И там не закрываются двери? Да Расскажи Ну, первый день Не закрываются двери, потому что, ну, понятно Если что-то с ней случится, чтобы врачи могли зайти И оказать первую помощь Да, там, получается, периодически в первый день кто-то заходил То есть эта цепочка, она все время растягивалась Когда сначала девочка одна меня узнала Говорит, о, я вас знаю Благодаря ей, кстати, меня положили сразу в отдельную палату Как я ей попросила Вот, а потом, видимо, она кому-то сказала А тот еще кому-то, еще кому-то И периодически ко мне заходили вот так вот И такие Кто-то молчал Просто зашел и дверь закрыл Кто-то подходил и говорил О, точно Сегодня вот мужчина один пришел и говорит Я вот машину хочу купить Я хочу полу взять Ну, типа Свою, ну, уже давно тут в рынке Я на нем катался, как бы А сейчас все, китайцы Ну, он-то вроде неплохой Он хороший человек Просто, ну Ты говоришь, ну, как бы у Яра с инсультом Нет Да ничего страшного, вы лежите Нет Ты просто расскажи, как купить машину Вот я там Я еду какую-то, заказываю себе курьер Один, второй, третий приходит Я говорю, я сейчас просто не очень выгляжу для фотографии Он такой, ничего страшного А где это было? Я не очень, правда, выгляжу Да ничего Давайте Вы в больнице просто А что случилось? Инсульт Ну ладно, спасибо Берегись сюда Спасибо Я не могу сказать Вот так проходит мои будни здесь Да Покой прям, да? Вот, кстати, ты вот рвешься уже почти с первого дня Домой на домашнее лечение Блин, я вот начитался, что это очень важное вот сейчас время Первые три дня, потом первые 21 день после инсульта Первые полгода, потом до двух лет вот эти восстановительные периоды Они все очень важны И вот здесь вот, ты помнишь, у тебя на второй день получается Ну, как на следующий день, как ты сюда поступила по больнице Упал пульс, и ты что там вызвала? Нет, не упала, понизилась давление А пульс у меня наоборот был, там что 110 или 120 Ну я к тому, что ты вызвала тебя там Куда вот резко началось колотиться сердце Я говорю, ты вызвала, тебе дали таблетку, сразу там легче стало Да, на кнопочку нажали А дома как это, прикинь? Ну или вообще там еще что-то такое случится Ну ладно, я понимаю, конечно, что нужно побыть Что так случилось Как говорится, планов было много Но если хочешь Можно договориться? А, да, да Начинаешь меня нервировать Я говорю, хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах Вот, конец Мы, кстати, вот просто гадали, из-за чего это случилось Вот я рассказал вот эту ситуацию, как ты приехала от следователя Потом ты поехал телефон сделал И потом ты уже в дороге ехала Казалось бы, в этот день я вообще не нервничала Ну, точнее, я эмоционально не выражала эмоции свои, понял? Вот оно внутри все было Какие-то переживания по поводу вот этого человека Что он написал заявление Что он знает, где я живу Что он будет искать меня Или еще что-то Ну, человек психически нездоров И отсюда, может быть, были какие-то волнения вот эти Но это такая крупица вообще То есть на протяжении, не знаю, последнего месяца Наверное, что-то Ну, ты, наверное, да ты должен был, по большей части, все это замечать Началось это в целом с того, что В Монголии, наверное, тогда еще У меня стали происходить эти выбросы крови, помните? Если что... Тебе в нос кто-то дал? Нет, нет Я не знаю, почему мне пошла кровь Я, видимо, может быть... Ковыряла много? Ты еще не ковыряла, перенервничала, может быть? И еще тут давление скинулось Видите, как у меня байпас работает четко Сейчас такой бах и сбросил давление Или это блоф? Это было на протяжении 5 дней подряд Потом прекратилось Как начались женские дни Это прекратилось Вот И потом у меня постоянно там То голова болит, то я еще нервничаю Там где-то и Это начинает пульсировать где-то В основном всегда левая часть у меня пульсировала То есть, возможно, какая-то Что-то уже было А сейчас это... Типа микроинсульта как-то Ну, я не знаю, как это назвать Но что-то уже было А сейчас это проявилось просто Хотя мы приехали, отдохнули Даже Мы просто, ну, как приехали, мы даже отдохнули Просто видео Это потом вы увидите, как мы ездили в Волгодонск Ну, вот я, кстати, считаю, что Тут не только стресс важен Тут важны вот любые, как бы, переживания, эмоции Просто пока ты в Волгодонск ездил Тоже с родителями там какие-то позитивные тоже эмоции были Но они очень яркие Как он Ваня говорит, скажи за нас Опиши, как яркие эмоции А, ну то, что у тебя, в принципе, все эмоции яркие То есть, ты, допустим, обижаешься ярко Радуешься ярко Где-то злишься тоже ярко Любой спектр эмоций, он у тебя прям Иногда чересчур получается Ваня говорит, привезти тебе сюда плойку Поиграть тебе в PlayStation Я говорю, да как она играет У нее там что-то не получается Это все там трагедия Она фильмы смотрит Отдохнуть, посмотреть кино Она смотрит кино Какую-то мелодраму, там, слезы Какой-то там боевик Тут переживания вот так вот до трясучки То есть, это человек, в принципе, очень эмоциональный И эмоции без разницы Позитивные, отрицательные Но это все как бы нагрузка стресс на организм Которая вот повлекла за собой Знаешь, книжка даже есть Искусство по хулизму Вот тебе вот такое вот надо выучить Овладеть искусством Да, хотя какими-то вот такими принципами Чтобы не принимать что-то близко к сердцу Что, опять левая сторона чуть-чуть начинает Что-то там вену не тут тянет периодически Ладно, наверное, забирай все свои продукты Которые я тебе привез Что ты купил? Это там уже все, посмотришь Я тебе привез Тут, кстати, в клинике не все лекарства есть Которые ей нужны Поэтому мы их докупаем, привозим Периодически, чтобы ей там Но это сказали, видишь, что Если вы хотите, так будет лучше А так достаточно того, что мы колем Ну да, там всякие ноутропы дополнительные Чтобы лучше голова соображала Кстати, она очень Ну вот в первые дни была очень заметна Когда, ну она прям еле разговаривает Потом ее прокапали каким-то ноутропом По-моему, миксидол, да, называется? И прям сразу такая она ожила Такая по телефону уже там Мне уже говорили дома, какие там дела надо делать Человек только инсульт перенес Сейчас на следующий день мне уже рассказывают Какие дела нам надо переделать Ты это заберешь? Ну как хочешь, хочешь, могу оставить Хочешь в этой ходи Тут мои деньги просто Это я взяла, чтобы что-нибудь в аппарате купить сейчас А ты, кстати, знаешь, что бананы нельзя тебе есть? Нет Бананы сгущают кровь Мой Ваня рассказал Я не знаю, насколько это правда Но... Прикол Прикол Давай Пока Прощайся с созрителем До свидания Берегите себя Привет, да? Комментарии почитаешь Тебе там напишут Поддержку всякую Ну и как-то это Чуть-чуть потерпимее Дайте человеку отдохнуть Потом будут всякие приключения новые Потерпимее А то там все пишут Когда уже фура Когда ты за фурой едешь Когда ты уже едешь новые пробеги делать Сейчас поедешь, да? Давай До свидания Надеюсь, этим примером вы много и для себя узнаете И узнаете, как оказывать, может быть, какую-то помощь При таких заболеваниях И как, может быть, лучше всего, конечно, предотвратить это заболевание А для этого нужно как-то и обследоваться И как-то следить за собой, вообще за своей жизнью Но Все-таки все заканчивается в данном видео на хорошей ноте Поэтому я с вами прощаюсь И до новых встреч Вот моя ночлежка Моя ночлежка Еще одна тут кровать у меня Цветы мне потеряла Олечка, моя подруга А вот, короче, кровать не застилаю нахрен надо Тут еще всякое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!